добрый день сегодня мы поговорим о выдающимся клавишнике многие признают его самым главным наследником великого джона лорда лидер вокалист группы white snake дэвид кавердейл так его на сказал так его и назвал ты сын джона лорда не менее великий элис купер прозвал его каллигулой клавишных очень интересное прозвище речь идет о дереке шириняне дирек ширинян да тут не надо быть оракулом большим или эрудитом сразу понятно что человек этот армянского происхождения это будет правда отец его армянин юрист который в общем-то корнями своими уходят западную турцию жили армяне вы наверно помните это по истории в турции было очень много но к сожалению массовый геноцид против армянского населения особенно сильнейший был в 1915 году вынудил многих армянских жителей выехать из турции буквально бежать и частично поток эмиграции направлялся в америку армянская диаспора очень сильная в соединенных штатах одна из самых богатых вот и папа дэрика был рожден он был как дэрик джордж ширинян 25 августа 1966 года ему стукнул в этом году 55 лет юбилей так сказать папа его был не бедным человеком и как говорится все для сына делал с младых лет не менее интересна мама дэрика она гречанка тоже достаточно влиятельная семья то есть ребенок жил семье у которой был достаток значительно выше среднего но уже понимаете что это не всегда есть показатель успешного в развитии ребенка но тут все совпало дэрик одаренный с детства можно сказать его обозвать смело вундеркиндом в четыре года и он уже начал играть на фортепиано в шесть лет он уже достаточно хорошо освоил и всегда вы понимаете самого детства себя видел рок-звездой у него даже как он сейчас понимает его детская комната была вся в плакатах рок-звезд там был рэнди ротс и майкл шенкер и оззи озборн и элис купер то есть он говорит я любовался на этих людей и думал что когда-то с ними буду рядом вы понимаете мысли его оказались очень даже более чем материальны и видя такую любовь сына к музыки папа принял самое верное решение в этой ситуации он я об этом не сказал жил родился и жил в калифорнии армянская община в основном там в районе лос-анджелеса проживающих проживает но папа принял решение отправить сына в лучшее одно из лучших это точно музыкальных учреждений америки музыкальный колледж беркли который находится в бостоне это уже восточное побережье как говорится другой края географии и берег двинул туда в 16 лет беркли конечно на него оказал громадное влияние мы кстати в своих роликах неоднократно упоминали этот колледж достаточно сказать что все члены группы dream seater например учились беркли или каким-то образом с ним соприкасались не был исключением и дерек ширинян значит ему повезло с соседями по общежитию соседом у него был l петре ли уже тогда мастеровитый гитарист впоследствии гитарист элиса купера и мегадет на сегодня у него есть шикарные видео уроки по обучению гитаре вообще это очень известный в америке человека у петре ли и уильям калхун класснейший барабанщик группы которая стреляла чуть позже 88 году ливен кала это такой афроамериканский хард-рок изысканнейший конечно с такими людьми он набирался опыта общения плюс преподавательский состав один из сильнейших в мире обучающие музыки мы о беркли говорили повторю что обучение там очень дорогое она недоступна и многие туда люди одаренные к счастью попадают как стипендиаты за счет каких-то спонсоров или государства дерек не тот случай они были не обеспеченная семья поэтому он учился на коммерческой основе но тем не менее старт был дан его заприметил бадди майлз культовый человек который играл еще с джимми хендриксом пригласил его в свою группу играть на клавишных и вот восемьдесят седьмом году в сентябре стартовали они объездили очень много городовый висей куда как вспоминает дерек настолько не заносила потом был интересный момент какой эл петре ли был гитаристом у элиса купера и он предложил куперу кандидатуру дерека шавиняна как клавишника в обеспечении тура очень знатного альбом элиса купера под названием трэш который бил все рекорды по продажам и до сих пор многие мечтают одним из лучших и вот попав в обойму элиса купера фактически дерек ширинян уже сделал себе имя у элиса купера барабанил эрик сингер они с ним подружились сингер попал путем несложных перестаноков в американскую извините за часто сегодня повторяемое слово но это так и есть культовую группу kiss наверное всем известную и таким образом дерек ширинян даже поучаствовал в турах kiss kiss вы помните это не акцентированно на клавишных музыка в основном там клавишный подкладка поддержка но тем не менее попасть в обойму такого коллектива это дорогого стоит с ними же он записал альбом и life 3 с группой kiss а с элисом купером помнится запись купера 94-го года the last temptation великолепная пластинка одна из лучших его 90-х там тоже дерек ширинян заучаствовал и тут наступил момент истины одна из самых групп главных прогрессивного металла о которых мы частенько упоминаем наших роликах dream theater нуждалась клавишный после очень замечательного альбома 1994 года у них был тур и срочно требовался клавишники вот тут всплывок кандидатура дерека шириняна во многом и благодаря тому что он был фактически однокашника музыканта он тоже учился в колледже беркли и альбом поехали в тур и альбом девяносто пятого года и change of seasons вышел уже при участии дерека шириняна он стал членом группы dream theater а это уже высочайший уровень признания мастерства девяносто седьмом году он записал с ними еще одну пластинку falling to infinity ну и к сожалению на этом карьера прекратилась потому что там dream theater произошли определенные дрязги дерек ширинян тоже хотел большего он почувствовал себе вполне объяснимой огромной силы и импульс к сольному творчеству и из группы он ушел одни говорят ушел другие говорят ушли нам не суть важно суть вас суть в том что он стартовал с сольной карьеры очень классный его альбом 1999 года planet x остался в памяти любителей хард-рока fusion прогрессива по ним вы понимаете чем сильны такие музыканты как ширинян он может играть все что угодно но вот нам больше всего нравится в том что вот его подача южен музыки это рок с элементами и джаза она вся обрамлена в такую знаете вот классную тяжелую оболочку вот его недаром многие называют специалистом по кастингу гитаристов вот все его сольные альбомы начинают с первого planet x 99 года и кончая последним феникс 2020 они все без исключения записаны сильнейшими инструменталистами не побоюсь этого слова лучшими в мире барабанщиками гитаристами басистами одно созвездие имен начиная с закова вайлда алана холдсуарта притом разные гитаристы элди миола ингви мальстин стив вай стив стивенц многие эти люди присутствовали на нашем канале в роликах есть то есть но все самое лучшее в рок-музыке присутствует у дирека шириняна на сольных альбомах мы вам очень рекомендуем послушать его и сольник planet x потом у него под planet x вывеской выходило три альбома но соло дирек шириняна 2003 год black utopia замечательный альбом 2011 тоже выделяется ошиана океана и последний альбом тоже очень хорош феникс а вообще тут можно смело говорить вот что попадется шириняна шириняна то и слушайте на сегодня он работает и соло и он является членом просто охренительной команды сансов apollo сыновья полу на где барабанит мар майк портной из dream си это того состава билл шихен шиен басист о нем у нас есть ролик на канале гитарист рон бамбл футталь который прославился в ганс эндроузы с сольными альбомами и клавиш и вокалист джефф скотт сотов я вам рекомендую сансов apollo шикарная две пластинки и 2020 года по сцене просто великолепная группа сожалению не получилось хотя собирались попасть на их концерт но они в марте двадцатого года должны были к нам приехать но отменили из-за проклятой пандемии концерты к сожалению не попали мы на них тогда и еще он помнится в составе black country communion это классная группа деглен хьюз бас-гитарист вокалист вам известный джоба на масса один из лучших блюзовых гитаристов сегодняшнего времени на гитаре джейсон боном одно время сын джона бона был на барабанах ну и дэрик ширинян клавишные тоже класснейший состав вы понимаете от сразу наху наводится приходит в голову мысль что день и ширинян это знак качества великолепной музыки и вкуса поэтому обратите на него внимание это действительно наследник не только джона лорд но и всех выдающихся клавишников и самое главное он развивается от его слушаешь но шикарные просто вещи и подача и он правильно говорит вы понимаете что спасибо родителям что начинали меня обучать по стандартного кстати пути классической музыки я начинал с классики и он действительно в совершенстве знает классическое наследие потом соприкоснулся джазом и урок и вот такой сильнейший симбиоз и породил такой великолепного музыканта обратите на него внимание спасибо за просмотр всего хорошего спасибо за просмотр!